ТОП 5 ПРЕМ ТАНКОВ Давайте обойдемся без спойлеров и начнем. ПЯТОЕ МЕСТО И на нем находится немецкий легкий танк 3 уровня с незамысловатым названием, которое я до сих пор не могу прочитать. Но в простонародье этот танк известен как джедай. Машина в свое время была достаточно редкая, что спровоцировало рост различных слухов о ее крутости и имбовости. На самом деле мы в свои руки получаем еле ползающий бронированный легкий танк, который вместо орудия имеет 20 мм игломет, имеющий очень слабое бронепробитие даже голдовыми снарядами, которого не хватает для пробития большинства одного уровня техники. Что же делать с четвертыми уровнями с таким бронепробитием голдой, я вообще не представляю. Джедай должен был встать на сторону света для того, чтобы гнуть рандом, а получилось наоборот. Единственный день, когда можно выкатить джедая для нагиба, это в день подарков от Wargaming, когда они дарят какой-нибудь картонный третий левел со слабым бронепробитием. Тогда джедай, конечно же, нагнет. Джедай действительно меня очень сильно разошаровал, но поскольку я не любитель песочных боев, я поставил на пятое место его в этом топе. А мы идем дальше. Четвертое место. На четвертом месте у нас находится чехословацкий приемтанк шестого уровня Шкода Т-40. На самом-то деле Шкода Т-40 достаточно неплохой приемтанк, но на фоне других приемостей шестого уровня она выглядит достаточно уныло. Глядя на кучу приемных кромвеля и также приемные советские Т-34-85, я не вижу ни одного преимущества, которое бы заставило купить меня Шкоду Т-40. Не особо подвижный, достаточно громоздкий, абсолютно картонный сарай. Альфов-220, конечно же, радует, но боюсь с восьмерками это малое утешение. В ветке чехословацких средних танков на шестом уровне находится Шкода Т-25. Достаточно фановая и интересная машина. И было бы очень круто, если бы премам у чехов на этом левеле была подобная машина, а не Шкода Т-40. А мы идем дальше. Третье место. На третьем месте у нас находится одна из самых красивых прем-машин World of NX на консолях, королевский дракон Type 59. До его появления в игре уже было три премы с Т-8 уровня Китая. Легендарный Type 59. Его же аналогия с башней от Паттона 59 Паттон. И средний танк с китайским дрыном Т-34-3. Вот в игру четвертого клона Type 59, хоть и очень красиво, меня все-таки разочаровал. King Dragon Type 59 по геймплею мне очень сильно напомнил Т-34-3. Его орудие выдает такую же альфу в 390 единиц, правда имеет улучшенные характеристики. Бронепробитие базовым снарядом 200, чтобы мы хоть как-то могли бороться с 10 уровнями и в плане точности оно стало более комфортным. Но честно, как по мне, лучше играть на льготном преме с худшим бронепробитием, с более косым орудием, чем на King Dragon Type 59 мочиться с десятками. Машина имеет очень эффектный внешний вид. Но я бы предпочел, чтобы этот эффектный внешний вид продавался как отдельный камуфляж для обычного Type 59. Я думаю, в этом плане со мной согласятся многие. А мы идем дальше. Второе место. На втором месте находится достаточно добротный прем. Он меня разошаровал всего лишь в одном показателе. Точнее, в одном модуле. Это его орудие. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о прем-тяжи 6 уровня Японии ОИ Кайдзю. Когда я только начал играть в консольные танки, в рандоме я увидел очень много новых премов, которых не было на ПК. Оборотень, Тигр, Хаммер, Тигр-131, ОИ Кайдзю. Машины, которые очень внешне и по ТТХ похожи на прокачиваемые танки. Как же я разочаровался, когда узнал, что у ОИ Кайдзю нету шайтан трубы. У него обычное орудие с Альфа-Ф300. Эх, не видать нам ваншотов в топе. Как сказал кто-то из моих подписчиков, ОИ без фугасницы не ОИ. И это и есть главным разочарованием по этому танку. А мы идем дальше. Первое место. На первом месте этого топа, на мой взгляд, находится действительно один из худших премтанков в игре. Это американский средний танк 8 уровня Т95Е2. Данный танк оснащен орудием с одним из худших бронепробитий в игре. Благодаря этому он получил льготный уровень боев. Практически такой же ствол стоит на суперпершинге. Но по крайней мере, суперперсик имеет крепкую лобовую броню и лютую голду. Ни первого, ни второго у Т95Е2 обнаружено не было. Возможно, у Т95Е2 есть крутые динамические характеристики, чтобы компенсировать слабое бронепробитие и иметь возможность объезжать всегда противника с фланга. Максимальная скорость в 56 км в час должна этому способствовать. Но на деле удельная мощность движка не позволяет разогнать это корыто даже до 40+. Вот и получаем еле ползающее, ничего не пробивающее, небронированное непонятно что за 7500 голды. Блин, суперпершинг и тот дешевле. А у меня на этом все. Напишите в комментариях ваших топ-5 премтанков разочарований. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч, удачи в рандоме, всем пока. До новых встреч, удачи!